Губернатор Сергей Морозов Разговор о повышении эффективности работы начался с отрасли ЖКХ. В начале года была создана областная корпорация по развитию коммунального хозяйства. Она должна собрать в кулак всю региональную собственность жилищно-коммунальном комплексе. На парадном совещании Сергей Морозов озвучил кадровые изменения в структуре корпорации. В нее будет входить несколько предприятий, связанные с теплоэнергетическими, энергосберегающими, водяными и электрическими активами. Директором государственной корпорации развития коммунального комплекса Ульяновской области назначен Носков Сергей Леонидович. Человек не новый для нас с вами. Он занимал должность заместителя министра по жилищно-коммунальному комплексу, директора департамента жилищно-коммунального комплекса министерства с 2014 по 2016 год. В настоящее время он там поработал в бизнесе, в том числе и на этот. С этой стороны посмотрел, вот Сергей здесь присутствует. Сегодня все необходимые документы подписаны, и он уже несет персональную ответственность с сегодняшнего дня. Прежний руководитель корпорации, ныне депутат законодательного собрания Александр Букин, возглавит профессиональный наблюдательный совет при компании. Кроме того, в обязанности корпорации войдет развитие альтернативной энергетики в регионе, в том числе и энергии, получаемой с помощью ветра. После этого участники заседания обсудили возможность эффективного расходования ресурсов в коммунальном секторе. Пока еще ситуация далека от идеала. В субботу, в воскресенье куча бюджетных учреждений не работает. Заедешь, посмотришь, не хочу приводить пример, сейчас просто не очень давно заезжал. Ничего не ограничено. Однако есть и положительные результаты. Ряд районов в октябре превысил план по сбору платы за потребленные коммунальные ресурсы. Губернатор распорядился поощрить руководителей этих муниципальных образований. На этом обсуждение коммунальной проблематики не закончилось. На днях произошла трагедия в Ижевске, где из-за взрыва бытового газа обрушился дом. Хотя причиной несчастья стал злой умысел одного из жильцов, лучше все равно перестраховаться, чтобы техногенная авария не случилась в Ульяновской области. Рядом муниципальных образований были также подготовлены графики по внеплановым проверкам использования внутридомового, внутриквартирного газового оборудования. Мы на штабе по прохождению зимнего отопительного сезона определились, что к следующей пятнице по всем муниципальным образованиям мы такие графики внеплановых проверок запускаем. Безопасность важна и в других сферах жизни. Губернатор распорядился провести уроки безопасности в школах, посвященные скорому началу ледостава на водоемах области. Следующим вопросом по образовательной тематике стали случаи проявления коррупции в школах. Губернатор сказал, что получает тревожные сигналы о таких фактах из многих школ области, в первую очередь из Ульяновска и Димитровграда. Директор рассылает через классных руководителей, чтобы принесли бумагу, принесли всякого другого и везде приписка. У нас денег нет, Христо ради, хоть чем-нибудь помогите. Я уволю директоров. Я вас предупреждаю и вас там всех перенакажу. Каких денег у вас у кого нет? Вы что делаете, ходите, подаяние просите? Кто разрешил вообще это делать? Вы чего позорите власть? Особое внимание уделил губернатор демографической политики и пропаганде здорового образа жизни. Сергей Морозов упомянул, что лично будет принимать участие в агитпоездах, выезжающих в муниципальное образование области. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда. Субтитры создавал DimaTorzok